Модель плюс сайз уже мировой тренд. Известная пышка Тесс Холидей в этом году украсила обложку журнала Космополитен. Другая красотка Тара Лин вошла в список самых высокооплачиваемых моделей. А ее подруга по подиуму Эшли Грэм оказалась в топе самых влиятельных людей мира. Но теперь у них появилась конкурентка из Беларуси. Меня зовут Евгения Тюленева. Я модель плюс сайз и вице мисс мира плюс сайз 2017. Мы находимся в мастерской нашего очень талантливого белорусского художника Александра Ксензова. Который является любителем красоты дам пышных форм, настоящим ценителем. Сегодня я вам расскажу, как нам живется таким роскошным. Роскошность Женя стала считать себя совсем недавно. С самого детства на вопрос «умная» или «красивая» однозначно выбирала первый вариант. Я точно знала, что я умная. И когда мне говорили какие-то комплименты, я даже терялась. Ну, типа, как будто, что я глупая, что ли, что вы мне говорите, что я красивая. Диплом факультета прикладной математики, второй выше – юрфак, потом бесконечные курсы повышения квалификации и должность руководителя в крупной энергетической компании. В общем, если говорить комплименты такой барышне, то только высокоинтеллектуальные. Когда на выставке к ней подошел художник Александр Ксензов, Женя даже немного растерялась. Он подходит и говорит, девушка, вы мне вот не поверите, но вот я художник, и вы меня так вообще впечатлили, вы такая красивая, вот хочу вас нарисовать. И дальше минут 10 начинает уговаривать, что я красивая, чтобы я в это поверила. Александр, эксперт и ценитель женской красоты, всегда знал, что знаменитые 90-60-90 – это временный тренд. С формулировкой «плюс-сайз» он категорически не согласен. Говорит, звучит не очень. Роскошные девушки – вот более точное определение. Я об этом, кстати, многим коллегам говорил уже давно и ранее, до того момента, когда вот это уже как бы появился такой мировой интерес к таким моделям. Я и раньше говорил, что рано или поздно люди вернутся, наверное, к рубинцевским формам, то есть к естественной женской красоте, а не к, скажем, к женщинам и девушкам, которые свои формы оттачивают в тренажерных залах и фитнес-центрах. В какой-то момент Женя решила, что пора бы стать красивой, и отправилась сразу на конкурс красоты «Мисс Мира Плюс Сайз». В прошлом году он проходил в Сингапуре. Привет, Сингапур! Я Евгения Тюленева из Беларуси. Который с «Плюс Сайз» партой. Из Беларуси с любовью. Как тебя, отличницу, умницу, девушку с БГУшным дипломом, с двумя, серьезные должности занесло в модельную индустрию, на конкурс красоты? Я уже собиралась уходить на год из профессии, скажем, из какой-то серьезной работы, назовем их так, и дать себе возможность отдохнуть. Потому что сейчас нынче очень модное слово «эмоциональное выгорание», я себе поставила именно такой диагноз «эмоциональное выгорание». Думала, погуляю и вернусь. Либо в финансовую сферу, либо в юриспруденцию. Но все пошло не по плану. Сначала Евгении предложили петь в музыкальной группе. I have a dream, a song to sing. К слову, с вокалом у девушки все отлично. Ни одно студенческое мероприятие в БГУ не обходилось без ее сольного номера. Следом позвали в реалити-шоу. Но генеральный директор крупной компании, пусть и бывший, не могла решиться на такую авантюру. А потом пообещала себе, как в фильме, всегда говорить «да». Я познакомилась с национальным директором конкурса красоты. Она меня увидела и говорит, о, такая красивая, и в формах. Вот, вот, вот у нас есть конкурс как раз, вот этот плюс сайт. Он первый раз прошел в мире. Вот от Беларуси бы вот такую девушку. Я такая уверенная в себе, а все. Я говорю, куда-куда на конкурс красоты? Я говорю, ну смеетесь? Что, в купальниках выход все? Она говорит, да. Я говорю, ха-ха-ха. Я уже представляю, как мои коллеги надо мной смеются. И все-таки сказала «да». Дефиле и фотосессия в купальниках. И Ария Хабанера из оперы «Кармен» в качестве творческого номера. Коллеги не шутили, а болели. Да и, как оказалось, конкурс красоты – тот еще бизнес-проект. Привыкнуть к перьям и стразам миссия почти невыполнима для серьезной леди. У меня было три шиньона разных волос. У меня были линзы цветные. Ресниц, по-моему, шесть комплектов ресниц на каждой форме. Это, конечно, не про естественность, это не про красоту вот такую естественную. Но это классное шоу. Зрители видят только верхушку этого перформанса. От участниц требуется шоу 24 часа в сутки. Сколько у нас перелет был? Больше 15 часов в Сингапур. Я вышла из самолета вот с такими волосами, они были короткие, да, то есть со всеми ресницами, линзами, совсем вот при полном параде. И я вышла уже на каблучищах со словами там «я так проснулась». Вот такие условия конкурса, ты королева везде, вот просто. Ты выходишь на завтрак таком. И, конечно, за кадром остается, как у тебя вот это все в самолете вставляет волосы, как ты красишься, вот, и в непонятных, совершенно не королевских условиях. И про мир во всем мире это не шутка. Мир во всем мире. Девят, может желаете кофе? Нет, спасибо большое. Спасибо. Слушай, ну это, наверное, такое расхожее мнение. Если ты модель плюс сайз, то можно есть все, что угодно, позволять себе все, что угодно, но в твоей жизни это не так, я так понимаю. Ну, это неправда, потому что все-таки модель плюс сайз, первую очередь, модель, то есть она должна что-то, нести в какую-то фигуру, в данном случае больше форм. В общем, задача сложнее, чем у фитоняшек. Поправляться нельзя и худеть тоже. Иначе можно остаться за бортом модной индустрии. Правда, на конкурсе красоты девушку встречали вопросом. Ты почему такая худая? Нужно было срочно исправлять ситуацию. Я на ночь ела сало, ела всякие бургеры, ну то есть все, что угодно. Ты, кстати, в Сингапур даже с собой сало привезла, хлеб и делала такую презентацию. Да, да, мы там, когда презентовали страну, естественно, конкурсы нужно все время поражать. И вторая часть, это ты презентуешь не только себя, но и страну, потому что конкурс потом едет в страну. И, безусловно, нужно показать, что типа, приедете к нам все вместе, тут так классно. Она заманивала не только салом. В своем презентационном ролике претендентка на корону показала все красоты страны. Не забыла и про белазы, подписав «Мы мечтаем по-крупному». Нам показалось, что это такая игра слов, на английском назначало «We dream big». Какая-то крутая аналогия, да, то есть там плюс-сайз и плюс-сайз размер белаза. На этом конкурсе мечта о победе не сбылась. Обошла красавица из Филиппин весом в 120 килограммов. Но после финального дефиле жизнь Евгении Теленевой уже не будет прежней. Я бы даже, наверное, хотела реально поехать на Евровидение, не знаю, сняться в кино. Собираю своим внукам, что рассказать всякие, знаете, какие-то моментики. Я прям представляю всегда, что когда мне приходит предложение, я такая думаю, вот я внукам расскажу, что их бабушка. Еще одно достижение, о котором нужно будет обязательно рассказать внукам – 5-километровый заплыв в Средиземном море. Я хотела первоначально проплыть Босфор, очень популярный, но там разлетаются слоты, как пирожки, мне их не досталось. И в итоге я вначале очень расстроилась, а потом предложили поехать 5 километров от замка Ив к берегу в Марселе. Я согласилась, и по итогу я не жалею, потому что это сложнее, чем Босфор. Участникам нужно было повторить побег графа Монте-Кристо. Старт у замка Ив считается одним из самых зрелищных и самых сложных. К очередному вызову самой себе Евгения готовилась полгода. Мысленно благодарила родителей за то, что в детстве отдали в секцию по плаванию. Под конец мне стало страшно, мне казалось, что я не переплыву. Я начала заниматься 5 раз в неделю, и я перетренировалась. Это тоже было неправильно 5-6 тренировок в неделю, то перед треном я стала плавать хуже. Пришлось откатать все быстренько назад. В день Икс одновременно стартовало 800 человек. Проплыть дистанцию оказалось сложнее, чем выйти на сцену. Я специально не худела к заплыву для того, чтобы показать, что да, в таком весе, в таком размере можно проплыть полумарафон на открытой воде. Потому что сыпалась куча, куча комментариев, да, относительно того, что полная девушка не может быть спортивной. И вот в прошлом году мне удалось доказать, что полная девушка может быть красивой. Я решила, что в этом я докажу, что полная девушка может быть спортивной. Сразу после полумарафона следующее предложение. Айронмен, гонка по триатлону. Так Женя стала железной леди. Я вот влюбилась в триатлон. Красивейший спорт. Просто еще красивее, наверное, чем заплывы, потому что он включает заплыв на открытой воде. И сейчас я вот думаю, либо готовиться к марафону на открытой воде, это 10 километров, либо к триатлону. Одна восьмая Айронмен. Но это я буду собой сильно, очень сильно гордиться. Планов у красавицы и спортсменки много. В офис она возвращаться не собирается. И по-прежнему всему говорит «да». У меня такое хорошее базовое образование, ну в каком-то реальном секторе экономики, да, что-то. И сейчас я получаю что-то из эстетики творчества. И я думаю, что выльется, может быть, в какую-то смежную профессию. Если совместить многолетний опыт управления персоналом и знания по стилистике, получится новый взгляд на то, как нужно одеваться. Можно и книгу написать. Я с стилистом Екатериной Болотовой. Мы разрабатываем прям стратегию, как через образ манипулировать с людьми. Мне было со студенчеством вообще интересно, как считывать людей, как читать типологии. Я много всего этого проходила. И мне удалось быстренько пересесть от руководителя полностью в королеву красоты. Это же абсолютно разные образы. И причем никто, когда на меня смотрит, не может поверить, как это вы сидели в кабинете. А тогда бы, наверное, никто не поверил, как это я тут буду королевой красоты. И это все делается при помощи стилистических моментов. На модельную карьеру, вопреки всем прогнозам, красотка плюс сайз ставку не делает. На подиуме, чтобы не говорили про бодипозитив, лидирует в куды и длинноноги. Но от предложений не отказывается. Она стала первой в Беларуси моделью плюс сайз, которая закрыла модный показ. Это считается особенно почетной миссией. Дизайнер Инесса Семченкова так вдохновилась, что решила сделать целую коллекцию для девушек с пышными формами. И потому в ближайшем будущем Евгения Тюленева не планирует садиться на жесткую диету. А так называемым хейтерам и шеймерам уже готов ответ. Я их перетролливаю, я готова над собой смеяться, я знаю, что я полная. Ну что мне можно сказать? Девушка, вы полная? Я говорю, да вы не слепой. А главное, она теперь знает, что написать о себе, например, на личном сайте. Я режиссер, продюсер, исполнительница главной роли реалити-шоу «Жизнь Тюленевой». И вот я понимаю, что это правда. Ну то есть и дальше я буду делать что угодно. Редактор субтитров А.Семкин